В Красноярск пришла весна, пришло солнце, а в коробку передач пришла заявка на сенсацию в полном приводе. По просьбам телезрителей в программе «Тестируем Ренот Дастер». Еще до появления на российском рынке новинка вызвала множество слухов и разговоров. Настоящий качественный европейский внедорожник за 500 тысяч рублей. Возможно ли это? Как раз мы и посмотрим. Дастер или Дустер? Понятно, что удешевление достигнуто за счет того, что почти все здесь пластмассовое или дубовое, как принято говорить у нас в народе, но выглядят эти материалы намного дороже, чем ощущаются на ощупь. И, конечно, наличие при такой цене вот этой вот рукояточки, крутилочки, переключения трансмиссии – это что-то. Два ВД, полный привод и даже блокировка есть. Есть блокировка? Боже мой, это что-то невероятное. За основу нового внедорожника от «Рено» взято шасси «Логана» с немного измененной колесной базой. Она увеличилась на 40 мм. Для России предлагаются переднеприводные и полноприводные варианты комплектации, бензиновые и дизельные двигатели, 70% комплектующих взяты с серийно выпускающихся автомобилей. Так, например, передние двери и интерьер салона – идентичные «Рено Сандеро», а полноприводная трансмиссия заимствована у «Ниссана Экстрейл». Что касается экстерьера, то его сильно выразительным не назовешь. Конечно, все портят вот эти монстрические надписи. Трудно даже уловить очертания кузова. Но мне кажется, что в целом этот кроссовер напоминает несколько одноклассников. Неуловимо какими-то чертами. Где-то «Паджеро», где-то «Тоскан», где-то еще что-то. Ну, в общем, над внешностью сильно не заморачивались, но уродливо его не назовешь никак. По большому счету он почти никакой. Хотя, например, если молодежь купит, я думаю, ее затонировать, там, повесить губу, какой-нибудь спойлер. И можно вполне ее сделать индивидуальной. Такие простые, но вполне индивидуальные. Запоминающиеся вот эти плафоны. Плафоны задних фар и большая такая накладка полированно-хромированная с надписью «Дастер». Да, размеры такие «Вырви глаз» называются. Или «Дустер». И тут вопрос о названии. Вот как ты считаешь, удачное название для нашего рынка или нет? Мне кажется, что оно так лаконично, емко и очень достаточно мощно звучит, это название. С одной стороны, да, но с другой стороны, у нас есть слово «Дуст» в языке. Сейчас у нас уже, наверное, второе поколение людей растет, которые с «Дустом» не так плотно, как мы связаны были. Что касается багажника, то ввиду небольшого размера машины, он не очень большой, но зато тоже, по-моему, вполне продуманный. И как здесь он сделал, смотрите. Шторки есть. Все четко. Даже коврик фирменный с надписью «Дастер». И это в такие деньги. Нет, качество материалов-то такое, что действительно не придерешься даже в багажнике. Запаска полноразмерная. Да. Хотя со штампованным диском. Единственное, пожалуй, что всерьез напоминает о бюджетности, это вот, как бы сказать, толщина и фундаментальность движимых деталей. Вот, например, багажник, видишь, все какой толщиной. Или взять, например, те же двери. Они... Хлипковат немного, да? Ну, ощущение такой нелегкой фанерности. Они хлипенькие, тоненькие такие, не чувствуются мощные. Еще вопрос. Знаете, как здесь посигналить? А? Это знают только те, кто ездил на Логане. Там тоже была вот такая система. И это, конечно, на мой взгляд, глупость. Во всех версиях автомобиль комплектуется защитой двигателя. «Дастер» имеет короткие смеси, что позволяет достичь углов въезда в 30 градусов и съезда в 35. На высоких оборотах все-таки гул слышен, и он такой не самый комфортный психологически. Хотя машина едет клево. С 2010 года автомобиль выпускался в Румынии под маркой «Дача», и уже два года выдорожил воображение россиян. И не зря. На рынок «Дастер» вышел с ценником от 499 тысяч. К нам на «Тест» попала топовая версия за 750. Это реальная рыночная бомба, ребята. Вынуждены признать, мы им были скептически на страже вообще-то. Я даже, честно говоря, признателен на «Рено», потому что сейчас появилась надежда, что даже в недорогом сегменте китайцы не всех похоронят. Потому что зачем покупать китайца за 800 тысяч рублей, да, если можно за 600 купить европейца нового, качественного, современного? Мы сейчас едем практически в топовую комплектацию, она стоит 750 тысяч рублей. Если бы нам сказали... Кожаные сидения, парктроник. Есть подогрев сидений еще. То есть все есть реально. У нас есть полный привод, чик сразу, и все, фу, пронесло. Между прочим, если вернуться к названию, «Дастер» или «Дустер». «Дустер». «Дустер» в переводе с английского «Даст» – это «пыль». То есть «Дастер» – это что такое, этот хой? Ну, что-то противостоять. Опыляющий, превращающий все в пыль. Конкурентов, я думаю, в первую очередь. Так, переходим к режиме. Плюсы. Это действительно паркетник. Он дешев, экономичен, прост, удобен, компактен. Недостатки. Автомат на российском рынке пока не представлен. Нерегулируемый низкий руль в простой комплектации. Очереди в будущем могут растянуться, наверное, даже на годы. Редактор субтитров А.Семкин